друзья привет с вами никита компания сфера кармы находимся на стоянке в гибрид сервисе и сегодня пробежимся по тем автомобилям которые выбирают наши клиенты посмотрим что у нас пришло май и апрель были очень загружены месяцами поэтому машины приходят хоть и по японии небольшая толкучка образовалась то что сейчас реально ровно в три раза больше машины везется в россию чем обычно в это время поэтому друзья завал завал давайте разбираться что у нас есть на парковке начнем с вот такой вот аквы мы кстати говоря прошлый раз снимали ожидает она пока клиент с красноярска ее привезет это у нас 18 год сочка обошлась она в миллион сто с небольшим до с учетом того что глонас на нее установили и отправляется в красноярск насколько я понял своим ходом поэтому не будем застрять на ней внимание прошлый раз я про него вам рассказывал honda везель 2014 год белый перламутр ru 4 кузов автомобиль у нас полноприводный на гибридной установки в 22 киловатта база у него фитовская это один из самых распространенных компакт кроссоверов вспомнил классификацию этой тачки в общем обошелся в миллион четыреста пятьдесят и поедет в уссу риск практически во владивостоке остается следом у нас еще один везель семнадцатого года тоже у нас полный привод гибрид ru 4 обошелся он в миллион восемьсот красавчик у них в восемнадцатом году пошел рестайлинг то есть немножко изменилась оптика доработали роботизированную коробку поэтому многие просят именно рестайл потому что роботы беспроблемные здесь тоже беспроблемные друзья просто помните что любую роботизированную коробку нужно обслуживать и никаких проблем не будет так здесь у нас ford 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 мандео ford мандео он порос мухом помните вот такие штуки друзья транзитки раньше вообще все тачки которые приобретались на рынке сразу же вешались на них транзиты и люди полетели в москву себе перегонять эти тачки кстати говоря многие по городу да я сам ездил когда первую машину купил я наверно полгода на транзитах гонял потому что не было бабок на учет и поставить там же страховку надо проходить это пошлины платить ужас вот тут у нас зато honda fit shuttle это один из самых бюджетных минивенов хотел сказать один из самых бюджетных универсалов гибрид гибрид значит gp2 кузов это версия с двигателем 1 и 3 литра на переднем приводе и с гибридной установкой в 10 киловайт киловайт тот же insight потому что я хотел сказать тоже база что у инсайта тоже техничка тачка экономная и плюс ко всему просторная двенадцатый год одна из первых версий то есть с 11 они в принципе пошли 11 12 по самому низу рынка сейчас можно купить такую тачку за 650 тысяч рублей во владивосток и привести в общем эта машина нравится спас дальний тоже остается в приморье пойдем дальше тут у нас сирена очень популярный полноразмерный минивэн составляющая активную конкуренцию ноху voxie и степ вагону могу сказать из плюсов это цена потому что машин действительно дешевле здесь что тойота что уже honda который тойота догоняет немалыми шагами это некая переплата за бренд ну и за технологию если говорить о honda gc 27 кузов это не та самая сирена которая очень сильно всех привлекла я имею ввиду версию и power но в то же время это с гибрид как тут написано то есть условный гибрид у машины есть определенная батарейка как а то и небольшой электромотор который помогает подкручивать вал вашего двигателя да и работает как система старт-стоп тем самым экономит ваше топливо соответственно ваши денежки вот а миллион четыреста обошлась эта тачка поедет в благовещенск сирен кстати говоря также можно выбирать на любой платформе хотите передний привод хотите полный и конечно же сирены и power самая вообще желанная тачка последовательный гибрид сумасшедшая динамика и минимальный расход но только на переднем приводе пока что вот здесь у нас xv один из моих любимых хэтчбек тире кроссовер вот но потому что это объективно уже не хэтчбек на самом деле база база у тачки тачка точнее сделано на базе импрезы да по факту это та же самая импреза поначалу не назывались импреза xv но благодаря клиренсу 200 миллиметров как у прадика эта тачка получила новое направление грубо говоря движения да и расширила свою целевую аудиторию друзья только спорта привезли поэтому нет у меня еще списке этой машины вижу что это рестайловая версия они идут на 1 6 либо на двухлитровом моторе есть также гибридные варианты но это я вижу не она в общем оставлять заявки тачка классная сейчас пока доллар низкий очень приятный цен на них тоже здесь то здесь fit gp5 друзья следующий на очереди у нас gp5 фит вижу в рестайле черного цвета еще и наверное бодренькой комплектации да это элька комбинированный кожаный салон тоже еще нету в списках недавно машину только привезли с таможни скажу так что самая популярная платформа у хонды гибридная 110 лошадиных сил и 22 киловатта гибридной установки передний привод такого же фита можно приобрести на полном приводе на этой же платформе у нас идут шаттлы передний либо полный привод хотите гибрид хотите не гибрид у нас идет honda jade honda грейс тот же самый фит только кто это седан господи мои вот но я бы взял хэтчбэк потому что тачка намного попрактичнее сейчас вообще если смотрите тенденцию по автомобилям из японии японцы сами даже себе берут либо хэтчбэки либо универсалы минивены и кто любит съезжать за дороги то кроссоверы седаны как таковые если не брать бизнес-класс они немножко целевую аудиторию потеряли вот здесь у нас два харька красавца стоят за 60 это двушка передний привод поедет он в якутию в 2300 обошелся рядом с ним черный красавчик это гибридный хорек 65 кузов два с половиной литра 105 киловатт аж платформа что у крауняги и у альфарда до в 30 кузове вот этот товарищ приедет самостоятельно ждем пока придет автомобиль его отца он кстати где-то возможно здесь уже да и они вдвоем прилетают с москвы забирают две тачки и своим ходом полетели на двух новеньких красавцах до дома этот будет отправляться в якутию я так полагаю тоже классный разница практически миллион рублей да это по старым курсам мы еще привозили сейчас можно подешевле но вы получаете то же самое по визуалу модному есть версии на обвесах даже в двушках переднеприводных очень нарядные на панораме на люке на всех делах на вот таких вот огромных двадцатых дисках приходят тачки но не жертвуя технологиями до отказавшись от гибрида отказавшись от полного привода можно нехило сэкономить по бюджету и получить все те же самые козырные плюшки вот этот красавчик это lexus и с друзья lexus и с 300 два с половиной литра передний привод гибрид очень интересная тачка скоро выйдет на нее обзор у нас их здесь две где-то стоит еще одна клиента находится в южно-сахалинске вот сейчас автомобиль этот будет готовиться то есть пройдет точку да в гибриде сделаем там небольшую химчистку полирнем его чтобы тачка вообще радовала глаз но даже так визуально посмотрите на эту красоту японцы говорят что заменили вообще модель gs есом так ли это или не так посмотрите в нашем обзоре обзоре нашем обзоре сергей селгей тогда посмотрите в общем нашем обзоре сергей разберется в этом моменте потому что вот эти красотки две которые у нас пришли это в первый раз то есть до этого еще не возили ес и и как-то никто не просил а сейчас видите дилеры цены позадирали но и тем более гибридные ес обратите внимание на уши думаете зеркала не зеркала никакие это две камеры внутри у вас два монитора классная штука удобно или нет тоже будем разбираться вот обошлась она порядка трех миллионов рублей и отправляется масхалин сто процентов одна будет там такая красотка гонять друзья здесь у нас два красавца прадика это практически единственные рамные внедорожники которые можно привести с японии и даже несмотря на то что они не все правда то что вот этот красавец у нас таких диких обвесах моделиста очень кстати много сейчас везем прадиков на обвесах это говорит о чем о том что тачка все равно городская и много кто везет ее для того чтобы она радовала глаз вам и всем окружающим вашим друзьям вот эта бензиночка бензиночка txl на коже обошлась во владивостоке знаете во сколько тысяч рублей в девятнадцатый год кстати говоря в три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч рублей девятнадцатый год поедет она в благовещенск не так уж далеко а сзади меня стоит дизельный красавчик тоже на белом перламутре с фаркопом кстати говоря обратите внимание часто очень с японии приходят различные дополнительные багажные крепежки приходят фаркопы приходят калитки какие-то под запаски даже встречаются прадики там поднятые на грязевой резине так вот вот этот красавчик у нас дизельный 2 и 8 двигателя 1 gd называется комплектация тоже txl на коже без обвесов на 18-х родных колесах обошелся бы во владивостоке 3 обошелся бы обошелся в 3 800 3 800 уверен там пробег минимальнейший и поедет он в забайкальский край это примерно читал здесь еще один шаттл gp 2 такая же технология 1.3 гибрид на 10 киловатт как у инсайта и обошелся он во владивостоке и обошелся он во владивостоке в 820 тысяч рублей поедет в хабаровск а мы пропустили степ-вагон как-то вокруг его обошли да все тачки рассказали о степ-вагон на красавца не рассказали это rp 3 степ 2017 год видно что уже рестайлинг красавчик а rp 4 даже извиняюсь друзья rp 4 это значит полторашка turbo полный привод и в комплектации спада очень очень красивый автобус славится своей пятой дверью по технологии ваку ваку гейт она выполнена можно распахнуть ее полностью наверх можно открыть половинку на и спокойненько загружать свои вещички поедет он волгоград обошелся 2 миллиона 140 тысяч рублей расскажу вам про вот этого красавца это си hr один из самых красивых компакт-кроссоверов да и в принципе один из самых красивых кран свою кронсоверов ngx 50 вижу на лобовухе означает что это полноприводная версия с двигателем 1 и 2 turbo кстати говоря в этом году спрос на них тоже очень очень сильно вырос потому что даже не только потому что цены упали а потому что тачка стала набирать популярность поедет она в артем это соседний городом сходе востока может хоть что остается у нас и обошлась в 1 миллион пятьсот семьдесят тысяч рублей самый старт за них сейчас миллион двести можно миллион двести взять вот такого же красавца пушка 220 crown гибридная версия друзья азы саж 20 кузов новый уже мотор поставили сюда после прошлого поколения но нутрянка та же самая то есть смысл остается тот же задний привод два с половиной литра гибрид 105 киловатт интересный факт что в камрюхе ставят тот же мотор но гибридная установка у нее идет уже на восемьдесят восемь киловатт а крауняга остается краунягой бывают они rs бывают они джишки по аналогии с роял салоном или атлетом в двести десятых кузовах вот этот красавчик на люке обратите внимание это штука за которую очень многие на аукционах готовы доплачивать бешеные бабки обошелся в 2 миллиона 800 тысяч рублей и отправляется он у нас в хабаровск 30 приус друзья это автомобиль с которого началась практически до продолжилась я так скажу началась на все с двадцатого кузова именно популяризация гибрида вообще в стране в нашей не только в на дальнем востоке но 30 эту лямку очень сильно подхватил и растянул потому что у нас ну реально сейчас 80 процентов такси в владивостоке это приусы люди прочувствовали тачка мало того что экономная так она еще шустрая комфортная и удобная при этом при всем просторный достаточно салон это двенадцатый год друзья обошелся он почти в миллион рублей с комплектация и скажу что самый старт за эти тачки без пробежные сейчас до от 750 тысяч рублей вот у меня коллега на прошлой неделе антоха купил в 750 тысяч рублей тоже двенадцатого года тридцаточку и я вам скажу что не в каком-то там до пробег 600 все сломалось вся битая мятая топляк нет можно привести нормальный автомобиль вот по нынешним курсом от себя добавлю что тачки выносливые невозможно как и все автомобили которые на платформе этого приуса сделано это практически вся гибридная тойота да я привозил с пробегом 536 тысяч километров вот такого красавца и она ездила сама рядом стоит у нас продолжатель этого рода это 51 кузов грубо говоря пятидесятка но с новой литий-ионной батарейкой в девятнадцатом году кстати говоря пошел рестайлинг у них изменилась немножко морда изменилась задняя часть тоже выглядит очень потрясно многие кстати говоря такие машины тоже возят по комплектациям есть разнообразие можно взять самую простую ешку и чисто наслаждаться вот этим вот футуристическими формами да и технологий а можно взять жир какой-нибудь а таурин селекшн на весах на литье на белой кожи с электроприводами и так далее конечно это придется доплатить порядка там миллиона шестисот они стоят сейчас наверное даже поменьше вот этот у нас красавчик обошелся в 51 а 19 год кстати говоря миллион пятьсот сорок обошелся он здесь и поедет в хабаровск пока искал второй степ нашел еще и третий потому что степов тоже понавязли целую кучу у меня списки только два в общем машин на самом деле больше чем больше чем чем я вообще даже подготовить короче говорят что автомобили прямо сейчас он поступает у нас таможня на обслуживание какие-то уже вывозится на транспортной компании в общем вот он красавчик rp 3 это передний привод turbo turbo да да передний период turbo комплектации спада есть еще гибридный а вон стоит rp 5 сосед кстати говоря его это гибридная версия самая интересная двушка он поедет у нас в ленинград обошелся в 2 миллиона девяносто тысяч рублей я бы наверно тоже взял черный потому что минивэн в черном цвете с вот хромированными ставочками с диодными полосками потому что ночью это выглядит вообще бомбически включайте габариты у вас прям маленькая audi еще и минивэн классно классно будет по питеру кто-то рассекать гибридный степ друзья rp 5 кузов белый перламутр это на сегодняшний день наверное самый интересный но они конкурируют на самом деле сирена и power и гибридный степ база аккордовская динамика сумасшедшая расход минимальный гибрид и плюс это honda со всей эргономикой со всем удобством по салону ваку ваку гейт диодные фары перестайл в общем все что вам нужно от минивэна для дальних поездок все в этой тачке есть это у нас восемнадцатый год поедет в забайкальский край в чету обошелся в 2 миллиона двести пятьдесят тысяч рублей красотка красотка это еще один есть друзья в серебристом таком цвете но кстати говоря у lexus of свои серебристые цвета то есть такого серебристого как у филдера конечно вы здесь не найдете здесь даже самый грубо говоря обыденный цвет а вот кстати филдером да для сравнения выглядит очень изящного такой немножко с брызгами шампанского так скажем на белом кожаном салоне с кремовой торпедой обошелся в 3 450 и поедет в благовещенск но камри на максималках да как сергей сказал я бы сказал это уже не камри далеко друзья закончим сегодня на вот таком красном красавцы это nissan жук чуть не сказал volkswagen жук друзья настоящий the beetle обратите внимание с какой стороны руль с правой потому что очень не потому что а просто очень много автомобилей европейских мы сейчас возим из европы из японии потому что с дилерами со многими беда с теми с какими не беда это очень дорого а в японии есть все очень много бэх очень много мэрсов возвращаемся к этому красавчику посмотрите какой стилевый аппарат это передний привод 1 и 2 turbo если не ошибаюсь 820 тысяч рублей всего лишь обошлась эта красотка во владивостоке отправится в кавалерово это тоже у нас в приморье порядка там 500 километров по моему до кавалерова красавица посмотрите он прям в идеале вот эти вот пластиковые ставки и даже трогать жалко то есть машина не тронутая хотя пробег по моему сто тридцать тысяч километров классно классно будет туда пока валерова рассекать при том что хоть это и купе с двумя дверьми места сзади полно и хочется сразу нагрузить его девчонками да и рвануть куда-нибудь на пляж и рвануть на пляж с девчонками можно было бы но нельзя нельзя вот друзья на этом прервемся потому что машины расхватывают буквально и мы пока ходили на ту стоянку я обратил внимание что здесь у нас то что и две тачки которые хотелось бы вам показать а когда вернулись одной тачки уже нету потому что она где-то уже обслуживается меняется масло для вас или уже полетела на транспортную компанию да и готовится к отправке чтобы порадовать нового хозяина в общем помните друзья что в японии есть автомобиль для каждого и может быть где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч смотри я такой на фоне красного контейнера стоит кой а тут типа красный стилёво стилёво есть к весь в красной куртке должен был быть а они в ней компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт выборе качественного автомобиля компания